Приветствую вас, я не очень, честно говоря, понял ваш вопрос, то есть, что именно вы спрашиваете, точнее, о чём ваш вопрос, про что он, вот, но совершенно очевидно, что, во-первых, у вас занижена самооценка, потому что с мужчиной, почти мужем, у вас уже есть общий ребёнок, что указывает на то, что вы, ну, в той или иной степени заинтересованы в создании семьи. Вот, создание семьи, нуждаемость в создании семьи говорит о том, что вы, вот, нуждаетесь в этой защите, вот, которая, ну, даёт вам, вероятно, вероятность всего по всему, семья, и, соответственно, нуждаетесь в мужчине. Почему нуждается в мужчине? Ну, ответ, ну, вы сами, в принципе, хорошо ответили на этот вопрос. Сказав, что в детстве ваш папа вёл себя так же, как ведёт себя сейчас мужчины, вот, вы, вероятно, не понимали, почему ваш отец ведёт себя с вами так, вы, вероятно, думали, что проблема у вас, вот, вот, и пытались как-то, вот, его внимание завоевать. Но, у вас это не получалось, не получалось, и теперь вы выбрали специально такого мужчину, который относится к вам так же, как ваш отец, для того, чтобы уже через мужчину доказывать своему отцу по-прежнему, что вы достойны всего-то, что вас можно любить и так далее, ну, а сами себя вы не любите и сами себя вы не цените, потому что, когда вы говорите, что так сильно, никто так сильно не любит его, как я, ну, это, по сути, идёт перенос, то есть свою любовь к себе, которая должна быть обращена на вас, вы обращаете на мужчину, и через него пытаетесь полюбить себя, пытаетесь добиться расположения. Вот, это такая вот постоянно заискивающая, по сути, позиция перед мужчинами, которые к вам относятся, так, холодно-холодно. Вот, значит, это вот первое. Второе. Обратите внимание, что вы пытаетесь понять мужчину, но не пытаетесь понять себя, почему вы выбираете такого мужчину, и почему вы, по сути, выбрали себе такого человека, который, вот, вас везде блокирует. То есть, это же вопрос к вам. Ну, что мы здесь видим? Сейчас мы видим нежелание брать личную ответственность на себя, да? То есть, я буду пытаться понять другого человека, но не буду пытаться понять себя. Значит, дело в том, что мой мужчина спросил, есть ли у меня 3СР? Я сказал, что очень мало, не очень понятно на ваш ответ, есть ли общий ребёнок. Ну, вот этот вопрос, да, почему у вас с мужчиной почти мужем, что это значит почти муж, есть общий ребёнок. То есть, вы, по сути, ребёнка родили не в браке, и плюс вы вместе не живёте. Я сказал, что ничего страшного, а потом я спросил, а пиво ты, пиво, что ты покупал на чьи деньги? Мне очень понятно, зачем, мы это спросили. Он заблокировал меня, я сказал, что нет у него желания с вами говорить. Ну, он это воспринял как обвинение. Надо сказать, что это действительно обвинение. То есть, вы здесь демонстрируете деструктивную форму общения, вы здесь демонстрируете деструктивную форму взаимодействия. Но, к сожалению, через ты сообщение используют, ну, не я сообщение. Вот. Ну, и очевидно, что это уже не первая такая ваша бесфера, то есть, конфликт уже есть. Действительно, если работать именно с причинами конфликтов, а вы здесь говорите больше про следствие. Я знаю, что у нас сейчас сложности, но это другая история. У кого сложности? Мы жили вместе, я его очень люблю, он меня тоже любит. Но, вы знаете, не похоже, чтобы он вас любил, если честно. Есть причины, почему же у меня нет, потому что я сама виноват. Ну, виноват. Ну, отношения строят двое людей, так что вы берете на себя ответственность. Э-э-э. Для вас обоих свидетельствуют об отсутствии личной личной границе. То есть, э-э-э. Четком отделении себя от другого человека. Он очень не любит, что я выношу ему мозг. Ну, а зачем вы выносите ему мозг? Потому что что? То есть, это нужно разберто собрать, да? Э-э-э. Какие ваши причины выносить в мозг? Что вы чувствуете, что вас к этому мотивирует? Какую проблему свою вы пытаетесь решить, э-э-э, выношаемому? Вот. Ну, он же просто мог не отвечать на мой вопрос, а не блокировать меня. Не понимаю, почему он из-за такой глупости меня блокировал. Потому что мужчина чувствует вину перед вами, и ему в некоторой степени стыдно за то, что он делает. Ну, так проявляется его агрессия. Но, как бы, более здоровыми ваши отношения это, к сожалению, не делает. Я ему говорил, что мне очень больно, что он меня блокирует. И да, я совсем ничего не могу ему сказать, и получается недопонимально. Ну, видите, здесь вы ведете себя как ребенок. Да? То есть, выезжает на то, что вам больно. Э-э-э, говорит, что он ничего не может не мозгать. То есть, эта позиция не равна. Вы ведете себя как ребенок. С ним. Ну, это классическое, даже, поведение ваше, что было актуально из отцов. То есть, взаимодействует с мужчиной, включается импринт, и вы начинаете вести себя. Так же, как с папой. Когда-то. Он долгое время так делает, то разблокирует, то снова заблокирует. Да? То есть, по сути, манипуляция. То, что вы от него зависите, мужчина чувствует и вами манипулирует. Он говорит, что я не хотел этого бренда, вы себя не любите. Но его никто так не любит, как я. Никто так по-доброму не относится, как я. Вот видите, вы как бы определяете себя отношением к другому, но не отношение к себе. Поэтому к вам так относится. То есть, здесь на первом месте вы, на втором месте ребенок, на третьем месте мужчина. А у вас на первом месте мужчина, на втором месте, наверное, ребенок, только на третьем месте вы. Я думаю, скорее всего, он понимает или не знает, что значит по-доброму относится. Нет, просто по-доброму указывает свое. Вы живете, опять же, немножко в детских реалиях, как бы, дифференцируя мир на добро и зло. Просто очень больно, что он меня блокирует. Чем больно? Давайте с этой болью разберемся, почему вам больно. Вы чувствуете себя покинутой, отвергнутой и так далее. Если это так, то это проблема детско-родительских отношений. Опять же, с вашим, с вашим папой. Лучше думаешь, не сделаешь ли так же, как он сам может тоже его заблокировать и не разговаривать с ним вместе? Ну, а что это даст? Что это даст? Фактически, вы не вместе. Я не очень понимаю, что значит, что мужчина почти мышь, если вы вместе не живете. Потому что у вас вообще общий ребенок. И, кстати, в моей семье тоже такое было, что папа с мамой не разговаривали. Два дня, неделю, две недели. Странно. Почему так повторять? Потому что вы повторяете сценарий. Вы про родительский сценарий в интернете почитаете. А после обращайтесь к специалисту для корректирования его. Потому что вы перенимаете модель поведения своих родителей. Вот. Когда это вот корректируется и ваша ситуация будет налаживаться. Если не для себя, то хотя бы для ребенка старайтесь это сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...